приветствую на канале асмода и play мы начинаем игру мафия и так давайте посмотрим что у нас здесь вступление я даже не знаю давайте посмотрим что-то заново gathering of developers представляет господи чё за перевод игра производства illusion softworks мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать послание апостола павла к римлян глава пятнадцатая стих первым вильям демиан дэвид о браин джефф горнер фильме мафия также в ролях джон турман мафия мафия монастырь что компания Мильный автомобиль, да господи! Детектив Норман, можно мне сесть за ваш столик? Потухший взгляд. Вам, вашему начальству и мне самому. Речь идет о чем-то вроде сделки. Сделки? Ну, скажем, я занимаю высокое положение в одной не вполне легальной организации. Об этой организации ваши люди очень хотели бы знать больше. А у меня, с другой стороны, есть причины не хотеть... Ваш кофе, сэр. Спасибо. У меня есть веские причины желать, чтобы меня больше не причисляли к этой организации. Из этого дела очень нелегко выйти, вы понимаете? Думаю, что понял, откуда вы пришли. Ваша голова потяжелеет на пару пуль, если вы быстро не исчезнете, так? Это не единственная причина. У вас есть дети, детектив? У меня жена и дочь. И я не хочу, чтобы у них были из-за меня неприятности. Да, но я не собираюсь просто так взять под защиту бандита-макаронника. Вам нужно было подумать о своей семье раньше, поскольку я... Конечно, конечно. Слушайте, это ведь не задаром. Мы можем договориться. Вам что-нибудь говорит имя Сальери? Сальери? Чертовски много говорит. Вы как-то связаны с ним? Можно и так сказать. Я работал на него несколько лет. Теперь он хочет устранить меня. Если вы защитите мою семью, я расскажу все, что знаю. Имена, даты, банковские счета, все. Хватит, чтобы его засадить до конца жизни. Я не Санта-Клаус. Чтобы обратиться к шефу, мне нужно уже сейчас знать все. Я должен быть уверен, что в суде вы расскажите тоже. Конечно. Если вы не торопитесь, я расскажу вам обо всех делах, в которых я участвовал за эти годы. Ладно, у меня есть время. Я слушаю. Невозможно отказаться. Осень 1930-го года. Одно время я работал таксистом. Несмотря на то, что приходилось работать день и ночь за гроши, у меня хотя бы была работа. У меня субтитры-то вообще есть? Были тяжелые времена, и многим приходилось похуже, чем мне. Как раз такси и стало причиной моего знакомства с ребятами с Альери. У меня был перерыв. Я только что поставил машину, и вдруг услышал звук страшного удача. Сэм, ё-моё, в меня попали. Вставай, давай сюда. Здесь такси. Мы выберемся. Он первый гидаж такой же переводик. Поэтому я решил, что лучше помочь им, чем позволить продырявить мне башу. Шевелись. Давай. Куда едем? Куда угодно. Быстрее, черт подери, быстрее. Еще быстрее, чем Сэм. И я рванул. Чуть не оставил покрышки на дороге. Только бы убраться подальше от джентльменов, которые преследовали моих новых клиентов. Так, минутку. Теперь слушай. Ну-ка, давайте-ка, блин, управление и звук. Где-то у нас. Так, высокий так. А где у нас? Где у нас? Титры. Урок управления мышью. Вот. Все, теперь назад. Вниматель. Нам нужно встряхнуть и поставить клуб. Если не сможем, нам конец. Тебя это тоже касается. Так что жми на газ, пацан. Шевелись, если хочешь спасти свой зад. Шевелись, если хочешь спасти свой зад. Шевелись, если хочешь спасти свой зад. Давай, никто нам конец. Пристрели, Сэм. Получай. Вот так. Сохни. Сохни. Скоже это. Скажи. 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 Я вас рассмажу, гады. Нам конец. Да не сегодня. Шевелись. Они все еще у нас на хвосте. нам что колеса прострелили после травы у нас так занос думаю все таки колеса отлично все путем хорошая работа теперь вези нас в бар сальель я покажу дорогу это у меня карта вообще хреновая кота а где у нас как у нас будут кстати ну ка настройки управления машина будок и вообще отдельно находится рамвай перевоз одно с того как я понял нету никого тоже не имеет гта сюда ты не сказал готика такс 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Не понимаю, как нам проехать, но сейчас посмотрим... Вот так нам проехать... Под землей... Да тихо-тихо... Продолжение следует... Продолжение следует... Нормально, проезжаю... Крестика обозначена... Блин... Ты случайно не заблудился? Нет, я же вас привез... Подожди здесь, друг... Сам тебе кое-что передаст от мистера Сальери... Спасибо за помощь... Все, все разошлись... Что, опять курить? А, нам же ждать надо... Точно... Макароники... Еще и с прыщом... Сальерос... Мистер Сальери хочет поблагодарить тебя... Мы с поля присоединяемся... Это в качестве возмещения за испорченную машину и в знак благодарности... Да, конечно, спасибо... Передайте поклон мистеру Сальери... Мистер Сальери хочет, чтобы ты знал, что он очень признателен... Если тебе что-нибудь понадобится... Можешь прийти и попросить о помощи... Мистер Сальери не забывает друзей, которые помогли ему в трудную минуту... Если хочешь, мы бы могли найти для тебя работу здесь... У нас всегда есть место для хорошего парня, вроде тебя... Ладно, ладно, я подумаю над этим, спасибо... Правда, спасибо... Я лучше поеду, проверю машину и все такое... Хорошо, я понимаю... Обдумай мое предложение... Я надеюсь, ты понимаешь, что все должно остаться между нами... Будь осторожен, парень... Поехали, родимая, кататься... Когда я открыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил... Там было куда больше, чем стоил ремонт машины... Но я даже и думать не мог об их предложении... Я не хотел иметь дело с преступниками, будь у них хоть все деньги в мире... Лучше быть бедным, но живым, чем богатым покойником... Верно? Я собирался починить машину и как можно скорее забыть об этом деле... Но как любила говорить моя мама... Никогда не знаешь, что Господь припас для тебя... Точно! Пожалуйста, подождите... Так, бегущий человек... Эй! Вы не могли бы подбросить меня до церкви в деловом районе? Ладно, ладно... Так... Так... Надо, значит, развернуться... Так... Надо, значит, развернуться... В деловом районе... В деловом районе... Ну, давай... Псих! Ничего страшного! А что там... Так... Настройки... Так... Что у меня со звуком-то? Че так... Прям долбит по ушам... Ехай, ехай! Так... Так... Это где-то недалеко... Так... Это где-то недалеко... Так... Может быть, лучше ехать по улице? Не волнуйтесь, я умею водить... Маленько не там... Так... Вот здесь вот надо остановить... Спасибо! Вот вам за проезд! Давай быстрее! Уматывай! Вы свободны! Мне нужно в больницу... Убьем! Нет проблем! Так... Это что, первоначально не висит мне, что нахрен? Так... Деловой район... Так... Налево... Значит, машины тут калечатся... на раз-два... Вы всегда так водите машину! Я не хотела... Что? Не понравилось? Разве не проще было бы ехать по дороге! Главное страшно, правда? Боится кого-то нахрен еще... Поверь! Да я... Наверное, меня не горжет... Да я даже сам... Вашину! Все... Восерден! Восерден! Оферден! Оферден. Восерден! Восерден! Ой-ой-ой-ой Сейчас доедет Почему вы так ведете машину? Я тебя еще спрашиваю, как вести машину Сейчас направо Вот Направо Поворот И мотор везет А это вот человек, центрального входа, да? Высадите меня Прямо перед входом Когда не праву, ты чего не выходишь? Да, надо было остановиться Спасибо, вот вам заправилось Мне повезло, что вы здесь Мне нужно доехать до театра на центральном острове Езжайте через мост Джулиана так быстрее Как будет угодно Автосервисы Где-то мост Джулиану Налево Налево Потом направо Потом направо Мы могли бы и проезд сделать Да, все Разобрался, как-то нахрен Работают Так, направо Потом налево Потом налево Направо Направо Где этот мост Вот этот, наверное, мост Давай Едь Любуйся Давай, давай, давай Осторожней Вы нарушили еще раз Ну-ка Еще раз Спасибо Вот вам заправилось Блин Скорость превысил, господин Мне повезло, что вы здесь Мне нужно доехать до театра на центральном острове Езжайте через мост Джулиана так быстрее Как будет угодно Субтитры Срежем. О, ну вы хотя бы учились водить? Да. Я не хотела водить. Давай, давай. Так, заедем на мост. Что за миссии такие отстойные? Охренеть. До сороковки я их еще догоняю. Так, нам нужен поворот. Так, тебе куда надо? А, не доехал, прошу прощения. Это здесь. Высадите меня там, на углу. Вот, держите деньги. До свидания. Да ё-моё, сколько вас катать-то можно? Добрый день. Отвезите меня в Хобокин, в бар Помпей. Ну-ка тут вообще можно отказаться от такси. Так, сцепление, смена, замена, руль. Ни хрена. Конечно, садитесь. Мне обратно через мост, глянь. Поехали, обратно через мост, значит. Блин, я уже засыпаю, пока нахрен с ними таксистами. Пока довезешь уже, уснешь реально. Никакой метафоры. Прям лапы, руль, что у нас тут. Отойдите от машины, пожалуйста. Так, а где тут выходить? Отойдите от машины, пожалуйста. Где тут выходить? Настройки. Вот, держите деньги. До свидания. Давай, сейчас вот тот козел должен подойти. Непропускаемое задание. Добрый день. Добрый. Садите меня в Хобокин, в бар Помпей. Конечно, садитесь. И так, это у нас где вообще? А где это? Так, ладно. Карту-то никак не пошевелить. Осторожней, осторожней. Да уйди ты. Так. Что у нас, превышение скорости было, да, в прошлый раз? Он зеленый свет. Все это мы соблюдаем. Блин, вот здесь тут хреново. А где полиция-то? Тут, надеюсь, ее нету, чтобы прям так видеть у нас. Так, не превышаем. А тут как не превышать-то, я уже забыл. Есть какая-то штука, чтобы не превышать. Так что... Ну ладно, не будем спешить. Ну и никуда больше, и спеши. Главное, чтобы еще и полиции не было. Так, сколько не больше 40, или не больше 60? Сколько тут разрешено-то? Надо будет обучение как-нибудь посмотреть. Так. А, вот, прямо едем по этой улице. Все. Скоро на месте должны оказаться... Блин, а там здание, да, такое? Ага. Псих! Так. Поворотник сам включает, смотрите-ка. Ладно, объедем. Блин, в ГТА бы протранил бы к херам уже давно бы. Там бы был на месте. На каком-то мотоцикле бы долетели бы с тобой. Да и не стал бы я заниматься частным извозом. Так. А хотя нет, все-таки в любой части есть обязательно. Где ты частным извозом занимаешься. То девушку мафиози везешь там. То любимую. То красивую. То еще что-нибудь. Вот так. Где-то тут. Направо. Мы на месте. Пожалуйста, высадите меня уфа. Нет, не здесь. Твою мать-то! Он че-то убил нас. Пожите. Оставьте сдачу. Снаряжение пусто-пусто-пусто-пусто. А как я знаю, сколько у меня вообще денег? Мне нужно к автостоянке возле универсального магазина в Маленькой Италии. Да вы охренели что ли? Нет, садитесь в машину. Поедем через мост Джулиано, а потом в тоннель. Это самая короткая дорога. Через мост Джулиано в тоннель. Что я, бля? Я только оттуда. Вы издеваетесь? Или что? Или действительно так начинается мафия? Охренеть. Тихо, тихо, тихо. Следующий перекресток наш. И на нем повернем. Давай, пока едем вроде. Блин, Тарантайка, блин, ни крена не хочет ехать. Так, здесь у нас куда? Налево. Сколько надо проехать? Так, раз. Потом второй. И на третьем заворачиваем. Второй проезжаем. На третьем он где трамвай, за трамваем. Тихо. Здесь мы один перекресток проезжаем. На втором налево. До упора направо. А что меня так ведут-то, дорога запутанная? Дорогой непрямой. Дойдем. Дорогой трудной, дорогой непрямой. Заветных три желания. Исполнить мудрый... А, блин, это же глядная дорога, я по ней просто еду, все. Сообразил. Это, блин, это же не этот, не путеводитель. Не волнуйтесь, я умею водить вашу. Это же не поводитель, это, блин, этот. Точно, точно. А я думаю, что у меня так вводит, блин. Хрен доедем так. Там налево, вон туда мне надо. Давай. Автосервис. Ну, поехали поближе к мосту, подъедем сейчас. Или к туннелю ли. Так. Вот сюда мне надо. Сейчас сюда. Ну вот, вроде бы вышли. Катим. Катим. А, по порядку ехать надо, все, понял. Проведет через тоннель. Проведем тебя через тоннель, несцы. Маруся. Так, подожди. Вот сюда нам надо. Да, огоньщик из меня еще тот. У меня что, ознакомление с городом идет или что? Так все равно я его не запоминаю. О, фары автоматически включились. Ахахаха. Давай. Сейчас тачки-то прям взлетают, аж подпрыгивают нахрен. А здесь пока доедешь. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, подожди. О, синяя тачка. Менты, видимо. Будем думать, что это так. Вы на месте, высадите меня здесь. Такая большая автостоянка, а вы ее проехали. Не нужно было здесь выйти. Этого должно хватить, возьмите деньги. У тебя еще точно по месту высадить. Я отхлебнул кофе в машине и расслабился. В ожидании, пока появится очередной клиент. Я заметил, что стою недалеко от бара Сальери. Ну да, действительно, я по карте тоже позаметил это. И кофе-то ты... Господи! Ё-о, что ё-о-ать! Попался, крысенок. Мистер Морелло, сердит на тебя. Мы хотим преподать тебе небольшой урок, чтобы ты запомнил свое место. В смысле, сердит? И, Луи, запомнили номер моей машины и использовали его, чтобы выследить меня. Луи, подправит тебе портрет. Так, мне бежать? Реши его! Хватит терять с ним время! Стало ясно, что мне нужно уносить ноги. Сам я не смог бы справиться с этим подобным. Я сказал себе, что мистеру Сальери самое время показать, как он умеет быть благодарным. Бар Сальери был немного дальше по улице. Увидеть его было бы куда приятнее, чем получить битвы по голове. Вызовите полицию! Помогите! У тебя зашатся, пасист! Помогите! 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 Полиция! 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 шевелись ну не дай ему уйти в охренели что ли блин подожди нахрен еще раз я откликнул кофе хватит с ним время стало ясно что мне нужно уносить сам я не смогу справиться с этим я сказал себе что мистеру сальери самое время показать как он умеет быть благодарен бар сальери был немного дальше по улице его было бы куда приятнее чем получить бейсбольный бит и по голове твою мать стою блюдо да иди-ка ты нахрен так сейчас сюда свалю бля стало ясно что мне нужно носить ноги сам я не смогу справиться с этим подобным я сказал себе что мистеру сальери самое время показать как он умеет быть благодарен бар сальери был немного дальше по улице увидеть его было бы куда приятнее чем получить бейсбольный бит и по голове нахрен согласитесь напрягает маленько стало ясно что мне нужно носить сам я не смогу справиться с хрена ли ты в меня так попадаешь сразу что стрелок такой прямо пипец бар сальери был немного дальше по улице увидеть его было бы куда приятнее получить бейсбольный бит и по голове охренеть все пошло не мне нужно добраться до борца они туда да не туда ясно что мне нужно носить ноги сам я не смогу справиться как так то нах я сказал себе что мистеру сальери самое время показать как он умеет быть благодарны бар сальери был немного дальше по улице увидеть его было бы куда приятнее чем получить бейсбольный бит и нахрен меня сейчас застрелят вы издеваетесь просто я откликнул стало ясно что мне нужно носить сам я не смог бы справиться с этим я сказал себе что мистеру сальери самое время показать как он умеет благодарна бар сальери был немного деда за мной нахрен было бы куда приятнее чем получить бейсбольный бит и по голове давай 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 значит есть какой-то определенный маршрут куда мне надо бежать все это время говорит что у него наконец-то есть все что ну охренеть где этот гребали бар мы договорились встретиться в три часа подат вызовите полицию помогите кто-нибудь охренел что ли блин слава богу а 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 и а а а а а а а а а Я расплатился за ремонт машины, но мой босс не хотел иметь дело с теми, кто попадает в неприятности. Это вредит репутации. Когда я увидел, как шикарно одеты ребята с Альери, я подумал, что работать на него не так уж плохо. Кроме того, мне нечего было терять. Морелло охотился за мной, поэтому оставаться таксистом было опасно. И перспектива получать деньги с Альери была не такой уж безрадостной. Как я обычно говорю, лучше помирать молодым и при деньгах. Вот они молодыми и померли. Только не знаю, при деньгах или нет. Дебилы, сами нашли куда забежать. Похоже, что Морелло действительно решил рассердить меня. Однако я разумный человек. Как тебя зовут, сынок? Томас Анджело. Я решил дать тебе шанс, Томми. Мне нравятся новые лица. Мы здесь одна большая семья. Ты уже знаешь Поли и Сэма? Конечно. А вот Фрэнк, моя правая рука. Он имеет дело с легальной стороной нашего бизнеса. За стойкой стоит Луиджи. Это дело не такое уж простое. Но Луиджи отлично готовит. Поли познакомит тебя с Винченцией и Ральфи. У нас еще много людей. Но пока что ты знаешь достаточно. Теперь слушай внимательно. У нас есть несколько правил. Никогда не переходи дорогу полицейским. Мы им платим. И тебя они не тронут. Но если зайти слишком далеко, они придут за тобой. Платим мы им или нет. Если тебя арестуют, ничего не говори, и мы позаботимся о тебе. Я могу отблагодарить тех, кто мне помогает. А из тех, кто предал меня, мало кто выжил. Капиш? Да, мистер Салье. Я рад. Сегодня я дам тебе возможность рассчитаться с ублюдками, которые испортили твое такси. Проверим тебя. У Морелла есть бар, куда ходят все его гориллы. Все они паркуют свои машины за забором возле бара. Если ты парень, что надо, завтра утром их там уже не будет. Поли пойдет с тобой на всякий случай. Попробуй сжечь. Понятненько. Я не стал бы ему так доверять. Он, похоже, колеблется. Он принял твое предложение, потому что у него нет выбора. Посмотрим, Фрэнк, посмотрим. Меня больше интересует, что собирается делать Морелла. Неужели он решил начать войну? Линченцы – оружейный эксперт Тона. Они знают друг друга с младенчества. Останет тебе все, что угодно. От Томми до гаубицы. Винни – он такой. Всегда навещаю его перед работой. Бонжорно, Винченцо. Чао, Поли. Это вот Том. Новенький у нас. Приятно познакомиться, Том. Что я могу сделать для вас? У нас есть одна работенка. Нужно раздолбать несколько машин. Вот вам классический предмет спортивного снаряжения. И на всякий случай есть еще пара коктейлей. Во, то, что надо. Однако с ними посторожней. Спасибо, Винченцо. Не потеряйте биту, это моего племянника. Заметано. Снаряжение. Скупердень! Этот Ральф полный идиот. Но с машинами он управляется мастерски. Как такой придурок может вообще в чем-то разбираться? Ну, вот так вот бывает иногда. Хе-хе-хе. Г-гак гости. Как делишки, Поли? Здорово, Ральфи. Я вижу, все еще хромаешь. Так что у нас тут теперь двое инвалидов. Зато у меня с мозгами все в порядке. Угу. Ральф, это Том. Если пригонишь ему краденую машину, он сделает ее твоей собственной. И никто не заметит разницы. Ральф, у нас с Томом есть дельцы одно. У тебя вроде должна быть для нас тачка. Точно. Вот она. Для гонок она не годится. Вам подойдет число. Для гонок. Ну от кого мне гонять-то? Там нахрен скорость превысишь. Спасибо, Ральфи. Поехали. О, давай. Вы научились угонять. Не туда, пардоньте. Ничего. Так, а нам куда? Ага. Прямо. Развернуться лучше, на мост заехать. Пока далеко не уехали. Ой-ой-ой. Тут разъездов-то много. Давай. Поехали. Блин, мост есть. Заезда нет. Бог мой. Осторожнее. Да пошли вы нахрен. Блин, еще. Калаксон реально такой был. Какие нахрен участники в гонках. А что у нас жизни не 199? Где мы потратили успехи? А что, траванули что ли? Мы потихоньку умираем? Ждем. Как? В Стольном Граде, Санкт-Петербурге разводные мосты. Поехали. Поехали. Блин, да, с охранялками здесь тоже туговато. Только с миссии на миссию сохраняет. Ты водишь как полный псих. Ничего страшного. Привыкай. Так, ладно. Поворот. Здесь мы знаем, здесь мы ездили. У нас были специально посюда и возили, чтобы мы сориентироваться могли. Ой. Да. Отчиталась классная игра раньше. Сейчас она, конечно, тоже. Но учитывая по графике-то. Хотя я люблю ретро-игру. Да. Понятненько. До рейс доезжаем. А там налево. Вот руки. Сам едет. Ха-ха. Давай. Вон они рейсы. Рейсы, 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 шпалы, шпалы. Сейчас налево там. Вот поворотик небольшой должен быть тут. Вот туда машина завернула. Нам туда же. Приехали. Ладно, вот мы и на месте. Не бросайся на амбразуру, лучше найди обход. С ними охранника по-тихому не надо привлекать внимание. Крюши машины битой, а потом устрой фейервер. В гараже может быть что-то интересное, надо взглянуть. Удачи, кулетер. Вот она. Кнопка действия. Что вы здесь делаете? Убирайте шашлык. Паранки, идите, посмотрите. На. Убирайте шашлык. Вы что, блядь? Убирайте шашлык. Только, ага. Вот мы и на месте. Не бросайся на амбразуру, лучше найди обход. С ними охранника по-тихому не надо привлекать внимание. Крюши машины битой, а потом устрой фейервер. В гараже может быть что-то интересное, надо взглянуть. Удачи, приятели. Обход. Обход. Ну давай. панирует шашлык. Не ambition. не хотя подожди а где тут на прекрасно отыграться надо среднюю стойку блядь и чё не так что ли опять сделал ладно вот мы и на месте не бросайся на амбразуру лучше найди обход с ними охранника по тихому не надо привлекать внимание кружи машины битой а потом устроить ферре даже может быть что-то интересное надо взглянуть удачи приятел давай Продолжение следует... Вот так Вы нанесли достаточно ущерба Хорошо Машины, Том, взорви их Еще одна машина У меня все Все Кончились Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы ничего не нашли На... Все... Нормально... С пистолетами хоть остались... Пострелял... Завалил гадов... Все... Все... У меня теперь жизнь... Хрен до них... Да... Вен там... А почему Восточка-то быстрее... Медведи... Медведи... Все... Все... И машина... Надеюсь, ваша тоже взорвалась... Остановите их... А я-то... А я-то тут... А я-то тут при чем... Охренеть... Стой! Полиция! Блин... Сзади-то никого в туннеле еще нету... А они по соседней улице бегут по соседнему тому... Нормально... Осталось самое? Объездить к кочски они др meть... Сзади-то-то! Они одна машина... Давай давай дальше... Есть-есть-есть… Сматься... Блин! Нахрени Ладно, вот мы и на месте Не бросайся на амбразуру, лучше найди обход Сними охранника по-тихому, не надо привлекать внимание Руши машины битой, а потом устрой фервер Сними охранник Сними охранник Сними охранник Твердость Вы нанесли достаточно ущерба Как будто сейчас Продолжение следует... 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 они возвращайтесь с алиев и и и и и и и мы вернулись босс чудесно садитесь все прошло хорошо босс он создан для этого они и ртов открыть не успели как остались без колес а пока они это переваривали мы смылись если бы я их убил чтобы тогда было правда я рад это слышать томми мужик что надо тоже добро пожаловать в семью томми ты прошел первую проверку честь для меня что нас можно поздравить с пополнением я рад что он теперь с нами босс видите он совсем не трус исправился просто отлично отлично парни давайте выпьем спасибо вот так то можно каждый день нажраться так в гараже появились новые машины понятно сегодня вам надо будет заскочить в пару мест собрать деньги за крышу два ресторана и мотель за городом билл из мотеля в последний раз припоздал у него были некоторые проблемы так что сегодня он заплатит немного больше возможно ты слышал что некоторые преступники зарабатывают с помощью угроз это определенно не наш случай люди которые нам платят получают услуги услуги которые они не смогут получить от полиции в прошлом месяце например сэм и вот поле решили серьезную проблему с насилием в одном ресторанчике теперь владелец уверен что ничего подобного никогда больше там не случится ты будешь за рулем поле и сэм будут собирать дань непыльная работа зайдите к ральфе он даст машину и можете ехать окей босс ну а мы с тобой выпьем что скажешь фрэнк сейчас жалею что что оружие то не взял то там мне вот так теперь можно ходить иди работа не ждет как-нибудь три с ним пивка а к зайдите к венчинцу за оружием поговорите с ральфом соберите дать привет раль у нас с парнями есть работа нужны колеса у меня есть еще одна крошка около 40 лошадиных сил делает почти 660 миль в час вот это а где венчинца да мы заходили прошлый раз ничего особенного наездить можно открыть ее легко возьми эту штучку воткни вот сюда слегка поверни когда щелкнет открывать два пальца спасибо вторую машину начался угонять закрыта мать твою да где же он находится и карты то нет не сейчас там у меня много работы прости томми у меня совсем нет времени куда мы ходили то откуда за что мне маршрут это не будет нахрен них рена лучше иди пока дом не разозлился поговорим потом в баре томми привет венчинца мне нужно оружие привет там думаю вот это подойдет наверное я все равно не собирался его использовать спасибо у меня нет времени нужно кое-что сделать вот ни хрена не туда ничего личного не собрать по крайней мере на шли со нахрен пойдем садитесь бездари лодыри первым делом ресторан на центральном острове так как не плачешь добраться так 1 налево потом направо-направо и болевистого ракурса смотрел еще заметно присматривать день и там нахрен окажутся на мосту специально когда с наклона едешь скорость развиваешь опа вот они они блюду там стоят толпой поверьте впереди есть где-то езда на красный свет да ты серьезно что ли не могли бы вы выйти из машины сад да водитель вы нарушаете закон я вынужден вас оштрафовать и петь я надеюсь что это больше не повторится откуда я знал что вы такие не рога я что вы такие гомосеки ладно еще никого не задавил почему у вас машины быстрее чем у меня он еще один ходит полицейский не вы серьезно то вы издеваетесь вон они мусора я не поеду на красный а вы вы ждем что-то у них по 98 часами стало садись поехали поехали сворачиваем блин по какому городу мы ездим не знаю что это за город спокойно спокойно ребятушки на этом мосту мы уже были это я точно знаю как-то тут можно ставить ограничения точно помню по скорости чтоб он не развивал много и Субтитры сделал DimaTorzok Прямо нам не проехать Это мы наверное помним Или все таки можно где нибудь туночек там выбрать Надо не будем Мудрить Поедем как ехали Футбольное поле Машинчик пугаешь на полицейских Мало ли за что штрафануть могут Кто же их разберет Вот тормози дом Давай Блинкетов шарпун и домата Я так уверен что должно быть пострелять На этой миссии Иначе бы оружие бы мне не давали Давай Давай-давай-давай-давай-давай Теперь подышим свежим гостом Мы едем в загородный мотель ХЛАП В загородный мотель Ну давай посмотрим Насколько он загородный Насколько он мотель Вот эти желтые не взорваться по идее Да должны Огни опасны Что они на улице вообще делают Ладно поехали Я думаю так по дороге Нам надо будет ехать Ай-яй-яй-яй Опа опять нахрен Опять эти гребаные менты Езда на красную Нахренели совсем Вообще не та дорога да свернул Ладно Сейчас посмотрим Можем ли мы здесь проехать Ой, да уедите нахрен Почему я не могу проехать Смотрите-ка, не могу Ну Карта закрыта там Ладно вернемся Пипец Вроде в тех годах Было проще как-то Ну или мне так кажется Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой аэропорт аэропорт пока вроде едем пока нормально по полям нельзя наш тех и до охренеть здорово а там железная дорога почему по железки ты нельзя ехать нет карты карты нет ладно ограничение 40 до он под домик на который слева не сюда мотели за городом поехали мотель за городом правильно пока доеду пока не вижу мотеля могли в более подробную карту вот видите ограничитель стал подожди нас здесь том мы скоро будет ладно пошли частная стрельба пальба там но смокинг не носите смокинг не курить вообще дебил тоже на заправке курит и стрелять будете тоже на заправке давай 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 докуришься точно подохнуть на заправке сгоришь на работе вот что и требовалось доказать сука ублюдки том меня подстрелили больно боже мой поле передай сальери что теперь это наше место капишь еще раз здесь появишься будешь выглядеть еще хуже чем твои друзья вытащи сэма не хотят выбить из него информацию вытащи его оттуда тебя надо отвезти к врачу это подождет достань сэма давай она свой пистолет дождь это все с незачем не пыльная работа матью а почему-то в меня-то начал стрелять давай давай больше ты не сделаешь опа это сумку которым не пойди надо будет взять в конце то у нас в туалете вот и все смотрите-ка сначала второй этаж по порядку вымыть и все будем делать по порядку давай патронов у меня пока хватает не жалуюсь я не хочу так обыскать труп о чем можно так и труп обыскивать подожди тогда давайте того бы с обычному что у него патроны есть для автомата ладно почему только один магазин шкафы нет вы ничего не нашли блин 4 патрона вышли вместе с моим с этим вот они хрен их возьмете уже брата ладно блин вставайся закончена здорово они тебя обработали пойдем тебя соберет будешь как новенький у нас крутой ни хрена себе вот дерьмо так собака пойдем ну вот сейчас я отведу тебя обратно еще один тоже сюжет такой нахрен ты не пройдешь мимо меня спокойно братан только не дергайся все в порядке уходи нет проблем только попробуй да я только попробую у него наши бабки лови его end давай 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 почему ты больше то не можешь развивать я так думаю мне его преследовать надо докуда-то да я не как этот ограничитель то снять огонь вот ограничителя не смотрите говорю где-то в настройках надо смотреть на хрень как он ставится даешь твою мать да ушел давай попробуем никто не врезаться ненавижу гонки ты не выйдет отсюда живым если это не пыльная работа интересно что будет дальше вот так само так я втянулся в это только что был обычным таксистом и вот уже уважаемый мафиоза тебя не напрягала необходимость убивать у многих с этим есть проблемы знаешь ли понимаешь я не из тех кто жаждет крови не из тех кому не хватает насилия и не любитель проблем но и совесть меня не мучает они нас хотели обхитрить так что пришлось обхитрить их никаких сожалений мне было абсолютно наплевать судьба других меня не интересовала все говорили что это просто бизнес и что семья должна держаться вместе а ведь было время когда я жил один и нахрен никому не был нужен но внезапно все вокруг начали меня уважать каждый знает что ты можешь помочь но так же легко можешь и уничтожить его и каждый пытается тебя задобрить а что насчет полиции ты просто так вот взял и ушел с места где было побоище у тебя не было с этим проблем ты работаешь на полицию тебе лучше знать ты знаешь что мафия управляет всем городом семья сальери имеет 25 миллионов баксов в год в газетах только об этом и пишут но никто ничего не замечает если хочет остаться в живых мы отстегиваем чинушам шесть кусков в месяц ваши боссы брали спиртное по оптовым ценам да еще рубили капусту когда сальери и морелла подкидывали им халтурку дело закрыто за недостатком улик копы даже возили для нас грузы с выпивкой думаю ты об этом уже наслышан так что насчет двух твоих друзей ну они отделались легче чем ты думаешь сальери держит хорошего дока для своих ребят и не похоже чтобы он часто задавал вопросы через пару недель они уже были здоровы и снова рассекали по улицам единственным кто беспокоил нас был морелла он хотел стать большой шишкой а этого сальери позволить не мог сальери не собирался быть второсортным боссом знаешь человек становится доном из-за того чего bred власти его не волнует никакие законы кроме собственных вот оно как детектив он хочет быть сам по себе не зависит не от полиции не властей не от кого вот почему человек становится доном Сальери и Морелло оба хотели загробастать все. Они продолжали наезды друг на друга. Но оба знали, что если все выйдет из-под контроля, настанет ад. Большая разница между ними была в их методах. Я слышал маленькую историю о Морелло. Маленькая история. Нет, сэр, я просто... Я хотел... Нет, сэр, не один. Ублюдок. Не смеет стоять на моем пути. Комент отвернулся. Как в жизни. Так же он, драка под окном, нахер. В итоге никто не задержан. Даже бабку задержали. Сальери все уважали за деловые качества. Каждый знал, что его не нужно бояться, если делаешь то, что должен. Люди знали, что если им что-то нужно, можно прийти к Сальери. Так Сальери заводил друзей. Часто помогал людям с разными проблемами и ожидал того же самого в ответ. Если кто-то переходил дорогу, он нарушал основное правило. И все знали, что за этим последует. Морелло же был просто подлый ублюдок. Он строил свою власть на жестокости. Даже его друзья боялись его. Большинство людей старались просто его избегать. 32-й год. Томми, у меня есть для тебя одно деликатное дело. Не знаю, кто бы мог справиться с ним лучше, чем ты. Ты хороший водитель, и у тебя есть опыт. Ну, проще говоря, завтра все лучшие моторы будут участвовать в гонках на трассе. Я ненавижу гонки. И я поставил на одного паренька, который до сих пор был фаворитом. Я немного помог ему с карьерой. Я люблю быстрые машины, и я сказал себе, что такое вложение могло бы окупиться. Ну, ты же понимаешь. А потом Ральф ей говорит, что сюда приехал какой-то европеец. И его машина обязательно выиграет. Ральф знает машины, он по ним настоящий мастер. Ну, в остальном полный идиот. Ну, что ему стоило рассказать мне все до того, как я поставил на этого пацана? Ну, все же, какого черта этот парень черт знает откуда делает здесь? Это же американские гонки. Ну, и немец, наверное. Да, и другие уважаемые люди думали, что же делать. Многие наши ребята сделали ту же ставку, что и я. И они, конечно, не горят желанием потерять зелень. И за кого будут держать меня люди? За старого идиота, Томми? Этого допускать нельзя. Я и мои канцельеры много думали об этом. Несчастный случай с гонщиком не годится. Это будет нечестная игра. И такая победа мне не в радости. Ральф знает парня, охраняющего гараж с машинами гонщиков. Сегодня вечером ты отправишься туда и пригонишь эту европейскую машину к механику, которая знает в них толк. Он глянет на нее и, возможно, улучшит нашу. Как только он закончит, ты отвезешь ее назад. Ха-ха! Да, действительно, честно человеку. Машина была на месте до того, как кто-то заметит пропажу. И даже не думая о том, чтобы ее помять. Или помажется с ней в лапы копом. Понял меня? Да, босс. Если сможешь провернуть дело, то получишь долю с выигрышем, разумеется. Ну, вперед. Ральф объяснит, куда и как. Понятненько. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok